Благословен Ты, Господь Располагайтесь удобно И на этой неделе у нас недельная глава шоптим Судьи И мы знаем, есть такая книга, книга судей И еще одно сегодня событие Может кто-то скажет мне, какое сегодня событие Первый день Хорошо Сегодня Рош-Ходыш Первый день месяца Элуль И в еврейской традиции это месяц, который предшествует грозным дням По завершению месяца Элуль начинается Рош-Ашана То есть это день суда, потом через 10 дней Йом-Кипур Это дни трепета И традиционно в еврейском мире весь этот месяц люди смиряются Люди анализируют, как они провели этот год Как сложились отношения с ближними Если эти отношения были нарушены Люди, конечно, стараются их исправить Стараются исправить свои ошибки Подготовиться к этим грозным дням И на Новый год Мы знаем, есть такое пожелание Желаю тебе хорошего приговора в этом году То есть приговор, может быть, так грозно звучит Но он так ободрит Мобилизует, скажем так И обычно в начале месяца Элуль Комментируется эта глава Это как такой очень сильный намек на то Что нужно приготовиться к суду И называется так Начинается так Начинается так Эта глава Вся книга Дворим Она была записана приблизительно за 37 дней Я хочу исправиться Вы, наверное, заметили Я в прошлом своем комментарии Я сказал 37 лет Это была ошибка 37 дней До смерти Моисея Во всех жилищах твоих Которые Господь, Бог твой, даст тебе Поставь себе судей и надзирателей По коленам твоим Чтоб они судили народ Судом праведным Не извращай закона Не смотри на лица И не бери даров Ибо дары ослепляют глаза мудрых И превращают дело правых Правды Правды ищи Чтобы ты был жив И овладел землей Которую Господь, Бог твой, даёт тебе И здесь есть постановление о справедливом суде И мы знаем, что Бог справедливый, милостивый Но Он справедливый И однажды Он придёт судить землю Судить живых и мёртвых И мы должны быть к этому готовы Потому что Учитель наш Ешуа Господь наш Он сказал, что этот день Он придёт неожиданно Совершенно неожиданно Никто не будет ожидать Хотя Он говорил о признаках Мы знаем признаки Но Если Бог так сказал Это будет действительно неожиданно И наша часть Быть Всегда к этому готовым И Судьи Они назначались Выбирались Люди Способные к этому Люди Людей Хорошо Подготавливали Их Тщательно Проверяли Перед тем Как человек Становился Судьё Их испытывали Судья Должен был Иметь Респектабельный вид Он должен быть Так Должен был И внешне И внутренне Соответствовать Своей должности И Мы понимаем Что судья Это Важнейшая фигура В любом государстве И Когда Начинается суд Мы Знаем Что Произносятся Такие слова Встать Суд Идёт То есть Судья Это Очень Уважаемый Человек И Судья Должен Соответствовать Тому Призванию Той Должности На которой Он Находится И Здесь Говорится О том Что нельзя Брать Даров Потому что Эти дары Могут Ослепить И Исказить Суд И Здесь Мы видим Запрет Коррупции Если В суде Если В силовых Органах Начинается Коррупция То Доверие Народу Государству Оно Слабеет Слабеет Эта коррупция Начинает Поглощать Все общество И Тогда Это общество Может Не дай бог Просто 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 Разрушиться И Интересно Это Не Слова Тары Но Я считаю Это очень Сильные слова Многие Из вас Знают Была Такая Голда Мэйр Премьер Министр Израиля И Она Сказала Такие Слова О Коррупции Что Чтобы 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 Государство Было Сильным Великим Нужно Истребить Коррупцию И Причем Делать Это Очень Жестко Коррупцию Приравнять Измене Родине И Вплоть До Седьмого Колена И Еще Одно Это Сделать Три Профессии Самыми Высоко Оплачиваем Высоко Оплачиваем Это Профессия Люд Это Военные Врачи И Учителя И Также Есть Второй Смысл Второй Смысл Во всех Жилищах Твоих Которые Господь Бог Даст Тебе Поставь Себе Судей И Надзирателей То есть Это Наше Внутреннее Состояние Это Наши Органы Чувств Ну Скажем Так Такое Выражение Как Держать Себя В руках Да То есть Контролировать Свои Чувства Зная Да Мы Все Взрослые Люди Мы знаем Свои Хорошие И Нехорошие Наклонности И Вот Все Эти Нехорошие Наклонности Держать В узде Обуздовать Их Не Позволять Им Выходить Наружу То есть И Это Будет Нам Благо И Надзиратели Надзиратели Это Также В государстве Мы знаем Что это Полиция Это люди Которые Наблюдают За порядком Которые То есть Во всех Странах Есть полиция Надзиратели Которые Они Ненапрасно Носит Меч И Сказано Что Написано Что Зато Мы Зато Вы И подать И платите Да То есть Вы платите Налоги И Найти Налоги Да То есть Это Полиция Надзиратели Они Существуют Есть Также Также Говорится Об Избрании Царя И Написано Что Когда Придешь В землю Которую Господь Бог Твой Дает Тебе И Овладеешь Ею И Поселишься На ней И скажешь Поставлю Я над Собою Царя То есть Бог Не планировал Это Но Бог Знал Что Люди Захотят Себе Царя И Бог Дал Правила Какие Должен Царь Тоже Имеет Свои Обязанности По Писанию У царя Должны Быть Свои Обязанности И Здесь Говорится О том Чтобы Он Не умножал Своё Богатство Чтобы Он Соблюдал Себя В Благочестии И О том Чтобы Он Переписал Весь Свиток Тары И Получался В нем День И Ночь Это Как Небесная Конституция Получайся День И Ночь В этом Слове И Будешь Успешен Будешь Все Успевать Будешь Будет Тебе Успех И Далее Далее Какая Девятая Заповедь Помните Как Не Лжесвидетельствуй Да Да Есть Есть Люди Знающие Писание Не Лжесвидетельствуй И На суде На суде Обязательно Должно Быть Не Менее Не Менее Двух Свидетелей Лучше Три И Более Нельзя Писание Говорит Что Нельзя Верить Слухам Только Свидетели Должны Быть Их Тщательно Опрашивают Расследуется Если Совершено Преступление Оно Должно Тщательно Быть Расследовано Никаких Не нужно Никому На слово Верить Все Должно Быть Доказано И Говорится О городах Убежищах В этом В этой Главе И о том Что Если человек Убил Случайно То Он Имеет Право Убежать В этот Город Убежище И Он Будет Спасен То есть Его Не Убьют Но Если Человек Совершил Умышленное Убийство То Этого Человека Власти Этого Города Священники Судьи Они Его Выдавали И этот Человек Был Предан Смерти И Также Так же Есть Так же Есть Такое Место Писания Что Если Кто у тебя Будет Врагом Ближнему Своему И будет Подстерегать Его И восстанет На него И убьет Его до Смерти И убежит В один Из городов Тех То Старешины Города Его должны Послать Чтобы Взять Его Оттуда И Придать Его В руки Мстителя За кровь Чтобы Он Умер Да Не Пощадит Его Глаз Твой Смой С Израиля Кровь Невинного И Будет Тебе Хорошо Также Описываются Правила Ведения Войны И Кому Ити На войну Кому Кому На войну Не нужно Ити И Говорится О том Чтобы Говорится О том Что Священник Священник Должен Ободрять Если Это Война То Обязан Священник Ободрять Ободрять Людей Чтобы Они Победили Свои Страхи Но Если Человек Например Робок Сердцем То Без Всяких Последствий Он Имеет Право Отказаться И Не Воевать Все Все Эти Законы Они На этих Законах Основаны Все Большинство Всех Современных Законов В Современном мире И Мы Живем В несовершенном Мире К сожалению Этот мир Лежит Возле Так Так Говорит Писание И Бывает Так Что Мы Огорчены Дерзким Поведением Людей Но Бог Праведный Судья Он Все Видит Он Все Знает Он Бог Вездесущий Он За Всеми Наблюдает Нам Нужно Об этом Всегда Помнить Что Что Бог Что Каждый Каждый Из нас Ответит Каждый За себя И Я хочу Прочитать Из книги Малахи Ободрение Для тех Людей Которые Огорчены Я Часто Бываю Огорчен Когда Слышу Такие Нехорошие Новости О коррупции О том Что Люди Ведут Себя Дерзко И Очень Мне Понравились Ободряющие Слова У пророка Малахи Это Третья Глава Пророк Малахи Дерзостны Предо Мною Слова Ваши Говорит Господь Вы Скажете Что Мы Говорим Против Тебя Вы Говорите Тщет На Служение Богу И Что Пользы Что Мы Соблюдали Постановление Его И Ходили В печальной Одежде Пред Лицом Господа Саваофа И Ныне Мы Считаем Надменных Счастливыми Лучше Устраивают Себя Делающие Беззаконие И Хотя Искушают Бога Но Остаются Целы Но Боящиеся Господа Говорят Друг Друг Внимает Господь И Слышит Это И Перед Лицом Его Пишется Памятная Книга О Боящихся Господа И Чтущих Имя Его И Они Будут Моими Говорит Господь Саваоф Собственностью Моею В Той День Который Я Соделаю И Буду Миловать Их Как Милует Человек Сына Своего Служащего Ему Снова Увидите Различие Между Праведником И Нечестивым Между Служащим Богу И Неслужащим Ему Да Будет Имя Господа Нашего Благословенно Да Будем Мы Чисты Пред Господом И Если Мы Совершаем Ошибки Нам Мне И Каждому Из Нас Нужно Вовремя Вовремя Их Исправлять Ошибка Вовремя Есть Такое Понимание Выражения Ошибка Вовремя Исправленная Не считается Ошибкой Благодарю Господа Нашего За то Что Он Прощает Нам Наши Грехи Прощает Любой Грех В котором Мы Раскаиваемся Милость Господа Во веки Аминь Грехи